Всем привет! Друзья, вы слушаете 35-й выпуск SDK-ста, подкаста о разработке ПО и его окрестностях. С вами, как обычно, я, КС-Даймон. И сегодня у меня в гостях Дмитрий Запорожец, один из авторов проекта GitLab. Дим, привет! Привет! Ну, вначале, по традиции, расскажи немножко пару слов о себе, потому что я, как обычно, очень коротко. Ты также являешься там CEO компании GitLab. Но, может быть, еще что-то добавишь. Хорошо. Окей. О себе. Гражданин Украины. Живу сейчас временно в Нидерландах. Занимаюсь разработкой GitLab. CTO, то есть технический директор компании GitLab. И слава богу, что не CEO. Да-да-да. Вот. Из такого, где-то с 2009 года занимаюсь программированием активно, то есть за деньги. Слушай, вот, кстати, расскажи, как, в принципе, ты вообще попал в IT, в наш славный айтишный мир. Это было, да, довольно необычное решение. В общем, учился я в автодорожном университете. И всегда хотел заниматься автомобилями. Поступил на университет, учился. И через пару лет я понял, что как-то наше автомобилестроение совсем далеко от моих представлений о нем. Вот. Поэтому я начал искать себе другую деятельность, которой я хотел бы заниматься. К тому времени у меня там был уже какое-то время компьютер. Писал там что-то на Бейсике. И я ехал в метро и увидел рекламу. У нас в Харькове есть частная академия ШАК. Она занимается тем, что, по сути, преподает те самые простые азы программирования. И, собственно, я поступил в эту академию. Поучился там по вечерам в течение года-двух, наверное. Но так я и не закончил. Нашел работу на веб-девелопера, на PHP. И, собственно говоря, я понеслась. Вот. Слушай, да. Просто всегда интересно, потому что приходят ко мне разные в гости. И вот кто-то, значит, там, знаешь, целенаправленно, что называется, вот там вся семья инженеры, да, вот, значит, с рождения, там, компьютер, там, БК, дальше туда-сюда. А кто-то вот так очень неожиданно, вот, например, как ты, да, там, вроде автомобилестроения, потом раз и неожиданно, значит, программирование. Ясно. Ну, PHP, окей. Ты, там, значит, пописал какое-то время на PHP. Расскажи, как вообще вот появился идея, собственно, как родился проект, там, GitLab, как ты, кто, кстати, еще является, там, ты как соавтор, соответственно, есть еще кто-то. Как вы вообще пришли и вот все это, как это все начиналось? Угу. Хорошо. Собственно говоря, у нас авторов всего двое. Я и Валера Сизов. Мы оба работали в компании, в аутсорсинговой компании, занимались разработкой на УБИ. Вот. И нам для личных проектов не хватало, по сути, GitHub, но у нас было определенное ограничение, нам нужно было self-host это решение, то есть мы не могли использовать SaaS. Ну, это вот обычная проблема, да. У нас, смотрю, тоже мы, там, проекты всякие, разные под специфических заказчиков, нельзя хранить где-то там на GitHub. Кстати говоря, это какие года? Это у GitHub уже был в то время, да? Да, да, да. Мы уже, то есть у нас некоторые проекты были на GitHub, уже пользовались. Это был 2010-2011, вот так вот. То есть как раз в это время был бум, все активно начинали его использовать. У них еще, по-моему, в то время висел счетчик, сколько у них юзеров и сколько проектов зарегистрировано на главной странице. Ну да, да, это еще был совсем стародавнее время. Вот. Собственно говоря, вариантов тогда было немного. GitHub тогда был, назывался self-hosted firewall edition, вот. И он был совсем дорогой и не самым, скажем так, лучшего качества по сравнению с SAS версией. Из альтернатив был GitWeb. Ну, GitOrius, наверное, уже тогда нет еще кто-то из них. Да, GitOrius был. GitOrius я открыл мануал по установке, я просил его на определенном шару, сказал, с этим разбираться не хочу. Все остальное было какое-то, скажем так, очень далекое от GitHub, к хорошему быстро привыкаешь, поэтому есть два руби-программиста, есть выходные, когда нечем заняться, и есть какая-то потребность в проекте, да. Удачное стечение обстоятельств. Да, именно удачное стечение обстоятельств, и, по сути, мы вот там, я не знаю, за месяц где-то на Ruby on Rails быстро набросали, кстати, спасибо Rails с, скажем так, высокой скоростью прототипирования и так далее. Да, и после того, как мы ее сделали, возник, скажем так, логический вопрос, что с этим делать тогда, то есть OpenSource тогда, скажем так, начал активно развиваться, мы решили, что, ну, давай выложим в OpenSource, может еще кому-то надо, может кто-то поможет баги пофиксить. То есть, скажем так, на тот момент мы еще не думали о том, что проект разрастется, что будет какая-то компания за этим и так далее. То есть, это был фан на выходные, и продуктом труда решили поделиться с OpenSource комьюнити. И на удивление, выложили мы его, что очень забавно, на GitHub, потому что... Ну, куда еще, конечно же, да, какие варианты? Не на Google код же выкладывать, в конце концов. Тогда у них были, были, были. Я не помню, Start тогда еще не было функциональности, тогда были Watch только. Но смысл в том, что проект набрал довольно-таки большое количество циферок, и люди начали контрибьюти, то есть, он там выскочил в Popular и трендинг проекты на GitHub по Ruby. И благодаря большому количеству рубистов на GitHub, что тоже удачное стечение обстоятельств, люди начали контрибьютить в проект, то есть, он пошел. Ну, это вот сколько времени от момента, как вы выложили, как вот пошел какой-то фидбэк, какие-то там коммиты, ну, в смысле, пиары и прочее, это где-то, сколько времени примерно на это ушло? Сейчас я буду гадать. Ну, так, примерно, я понимаю, там, то есть, там, неделя, месяц, там, год. Ну, действительно, через месяц я понял, что проект пошел. А, ну, так, ага, ясно. То есть, скажем так, тогда где-то через месяц мы получили 500 старов или лайков или чего-то там тогда было на GitHub, вот, то есть, что для Ruby проекта было довольно-таки хорошо. В принципе, ну, кроме JS проектов, которые сейчас, допустим, нагребают просто тысячи лайков на GitHub, для остальных, остальной категории это было очень хорошо. И, да, собственно говоря, пошли pull request, пошли issues, и, собственно говоря, да, один месяц был как раз показателем, что, да, вот оно пошло, и я начал продолжать им заниматься, то есть, контрибьюить в свободное время. Угу. Ну, вы, кстати, уже там использовали ее на работе тоже, и это какие-то там были потребности в каком-то развитии функционала тоже? Да, да, то есть, в какой-то момент компания, на которой мы работали, поставила тоже GitLab у себя на серверах, то есть, это был уже как бы новый уровень, когда коллеги подходят и спрашивают, почему что-то не работает, почему все плохо или как обновить и так далее, то есть, допустим, каждый месяц админ брал меня за руку, ввел компьютер и заставлял обновлять GitLab. Вот. Да, так. То есть, это новый толчок был в плане развития. И, ну, и там уже дальше, где-то чуть больше года я его поддерживал, дописывал, создавал новые фичи, и только где-то через года-полтора у нас возникла идея, собственно говоря, организовать какую-то компанию вокруг всего этого. Я так понимаю, продолжать дальше рассказывать хронологию. Ну, да, давай по этому пройдемся, а потом уже туда в технические детали углубимся, коль уж на эту тему заговорить. Просто тоже интересно, как бы вот, когда изначально проект там open source, и вроде такой, знаешь, ну, там, pet project, по сути, да, интересно, как из этого потом вот получилось то, что есть сейчас, то есть, как вы пришли, что, вот какую-то компанию, как поняли, какие варианты есть там монетизация, опять-таки, мне кажется, очень интересно послушать. Хорошо, я в таком случае продолжу с хронологией, она, в принципе, очень хорошо объясняет все этапы развития. Давай, давай. Вот, допустим, конец 2012 года, на чем я, да, у нас были донейшены, я зарабатывал деньги еще на том, что помогал людям менеджеры техни, установки кетлабовские. Вот, ну, все это были деньги, там, сводить девушку в ресторан, то есть, это символическое. Не, но, тем не менее, как бы видна была, я так понимаю, потребность, что люди там обращались, вот там, подскажи, помоги, там, подсоби, настроить, сконфигурить, да, вот такие, такого плана какого-то, да? Да, да, именно такого, и потребность чувствовала, то есть, сомнений в плане того, что проект там никому не нужен, или он загибается, не было. То есть, это был медленный, но, как бы, постоянный рост, то есть, в целом, и в плане функциональности проекта, и качества, и, скажем так, фидбэка и багов. В конце 2012-го один из, да, в конце 2012-го мне пишет письмо один, скажем так, назовем его бизнесмен из Европы, связанный с IT, он говорит, у тебя классный проект, я хочу открыть SaaS-версию, используя GitLab, ну, и, возможно, зарабатывать на этом деньги. Я говорю, ну, как бы, на здоровье, вот, то есть, почему бы и нет, то есть, лицензия свободная позволяет, чем больше людей используют GitLab, тем мне лучше. Вот, в тот момент я еще все еще воспринимал GitLab как хобби, то есть, а... Слушай, а лицензия какая у вас? MIT. А, вообще MIT, ясно. Ну, сам уж делай точно все, что хочешь вообще. Да, да, да. Ну, в этом и была задумка изначальная, то есть, я не хотел вообще никаких ограничений на исходный код проекта встать. Кстати, в этот промежуток было, как минимум, еще две попытки сделать какую-то... поставить какой-то бизнес на GitLab и другими компаниями, вот. То есть, они брали GitLab, переделывали его внешне, то есть, скажем так, по сути, своего рода, форкали и пытались его продавать. Так, у них ничего не пошло как-то, судя по всему. Да, судя по всему, у них ничего не пошло. Возможно, потому что они нанимали менеджера вместо программистов, возможно, в принципе, очень сложно продавать форк чего-то, если есть активный основной проект. Не знаю. В этом же, в конце 2012-го, человек, который открывает SaaS-версию GitLab, он покупает домен gitlab.com, он пишет мне... Нет, не письмо, не так было. Пишу я в твиттере, пишу твит, который имел радикальное значение для моей жизни. Мне надоело заниматься аутсорсом вокруг один трэш. Хочу писать круглые сутки только GitLab. Ага. Очередной твит, жалоба... Крик души, можно сказать. Стандартный крик души разработчика, которому надоело ковырять там чей-то говнокод. Так, очень интересно, какие последствия были у этого твита. Да, и в ответ мне пишет этот... У этого человека есть имя, Ситса. Он живет в Нидерландах, он занимался IT-частью в одной секьюрити-компании. То есть человек, который подкованный в IT, который понимает и в менеджменте, довольно грамотный человек для того, чтобы построить компанию. И вот в ответ на этот твит он присылает мне письмо с предложением, слушай, если ты хочешь полное время заниматься GitLab, у меня тут идея, собственно говоря, поставить SaaS-сервис, зарабатывать, возможно, на нем деньги. Давай, собственно, объединим усилия, вместе сделаем компанию и будем заниматься всем этим. То есть у меня есть, скажем так, финансы на первое время, там дальше посмотрим. То есть, по сути, предложение о сотрудничестве. В принципе, я так взвесил, подумал все и написал, ну, давай, почему бы и нет, давай попробуем. И с января 2013-го мы начали работать вместе. По сути, у нас не было никакой ни юридической энтити, ничего. Мы просто созванивались и занимались развитием проекта. Как салфхост-версии, так и вот этой вот установки SaaS-версии. Постепенно, постепенно у нас мы наняли одного человека, потом другого, то есть штат начал понемногу разрастаться. Слушай, а твой коллега как-то в этом тоже принимал участие или как-то он отошел от дела? Он отошел от дела, на то время у него был ребенок, семья, то есть человеку не доиграл стартапы. Ну да, конечно, нужна уверенность, все понятно там особо. И, в общем, мы начали потихоньку-потихоньку разрастаться, то есть, грубо говоря, в 2013-м весной нас было четверо. А понимали, кстати, тоже как-то удаленно все вот, да? Да, да, да. То есть ни у кого ни офисов, ничего не было. Люди работали частенько еще на другие компании, чтобы заработать денег на сам GitLab. То есть это была полностью удаленная команда, которая подрабатывала на стартапе. Слушай, а как ты или вы там искали вообще вот, просто мне интересно, если ты там вот, ну, программист, есть на Ruby, да, и вот ты говоришь, чувак, хочешь, иди к нам тут пилить GitLab, если ты знаешь, что это такое. То есть как вы находили-то, собственно, разработчиков? Ну или там по знакомым, или как-то еще? То есть кто кого знал... Ну, сарафонный радио такой, в общем, в каком-то смысле. Вот. Понемногу, понемногу мы разрастаемся, потом в 2000... Так, я сейчас пытаюсь вспомнить года. Где-то в 2014-м мы это все аккуратненько юридически оформляем. У нас к этому времени мы выпускаем версию GitLab, которая Enterprise Edition. Зарабатывали мы с GitLab исключительно на подписках, то есть support. К тому времени у нас было уже там пару больших клиентов на подписке. То есть GitLab начинал приносить деньги. Исключительно как продажа Enterprise Edition вместе с подпиской на support. Слушай, а Enterprise Edition как-то вы уже прямо в процессе, когда только начали развивать, сразу поняли, что нужно как-то делать какую-то версию Enterprise, где будут какие-то дополнительные плюшки? Ну то есть как? Или как это все появилось? Сначала мы пытались продавать подписку. Ну, подписка именно в смысле просто техподдержка. Да, именно так. В какой-то момент у нас возникли, скажем так, споры, хотим ли мы этот функционал в GitLab или нет. Потому что, скажем так, ты продаешь подписку Enterprise компании, и у них нужды немного отличающиеся от того, что нужно, допустим, небольшой команде в 10 человек и так далее. То есть у них требования к более сложной all-up интеграции, к всяким мейлинг-листам и прочее, что кажется, допустим, дикостью для небольшого стартапа. Ну да, конечно. То есть с Enterprise Edition как-то получилось органически, потому что мы начали понимать, что по сути GitLab должен идти и в сторону Enterprise, и при этом оставаться, скажем так, более-менее простым и понятным. И в какой-то момент мы решили, хорошо, почему бы не сделать раздепление здесь, и Enterprise пичкать всем Enterprise-функционалам, которые нужны большим компаниям, а в то же время оригинальную open-source версию оставлять легковесной, такой, которую, допустим, хотелось бы использовать нам как стартапу. Слушай, ну вот это, знаешь, мне кажется, очень такой важный момент, потому что, ну как ты сам верно заметил, да, вот органически. То есть потому что обычно там иногда бывает, когда Enterprise, она вот такая, ну там не то, что притянутая за уши, но как бы вот все-таки как-то надуманно вот чуть-чуть, да, так сказать, через вот какое-то такое силу придуманное, какой-то функционал. Вот, а тут вот очень круто, что действительно open-source версия, которая, ну там, мне кажется, все-таки их, наверное, больше там, подавляющее большинство инсталляций, это, собственно, наверное, open-source по сравнению с, ну то есть community edition по сравнению с Enterprise, да, наверное, все же? Да, конечно. Вот, и тут как бы есть все основное, что нужно, а действительно, если у вас там компания Enterprise, и вы там нужны всякие лдапы, ну как бы окей, я думаю, что вам несложно там будет, условно говоря, купить, поэтому это классно, да. Так, ну, в общем-то, вот вы как логически, так сказать, естественно, получилась Enterprise Edition, да, и, собственно говоря, дальше, расскажи, что было дальше, ну тут тоже осталось немножко. Хорошо. Ну дальше оказалось, что если есть Enterprise Edition, то продавать подписку на техподдержку намного легче, вот, потому что Enterprise, по сути, Enterprise Edition шла бонусом к поддержке, поддержке на то время, вот, то есть подписке. После этого дела финансовые пошли немного лучше, мы начали набирать еще немного больше людей, когда я говорю там больше-больше, это один-два. Ну, хорошо, я понял, ага. То есть в конце 2014-го, по сути, мы как-то определяемся с ролями, то есть Ситца, который в Нидерландах соучредитель компании, он больше по бизнесу, по менеджменту, я как заботчик, мне намного более интересные технические аспекты, то есть мы разделили роли как CEO, CTO, два кофаундера, и на тот момент Ситца предложил мне такую идею, говорит, ты знаешь, есть Y Combinator, это, собственно говоря, бизнес-инкубатор в Калифорнии, который помогает стартапам, он дает им, по сути, небольшие инвестиции и, скажем так, трехмесячный курс подготовки и потом знакомство с инвесторами. По сути, акселератор. И у нас с ним был разговор, типа классно было бы туда попасть. То есть это как бы топовый бизнес-инкубатор для стартапов, в принципе, и из них очень много вышло вот этих проектов, то есть возможно они нас научат, помогут. То есть я из Украины, кофаундер из Европы, из Нидерландов, при всем моем уважении, скажем так, все мы далеки от стартап-энвайромента и от всего этого, всей этой атмосферы и так далее. И те же инвесторы в Европе, для них миллион долларов – это какие-то сумасшедшие деньги, когда в то же время в Штатах, допустим, это совсем другой разговор. Поэтому, скажем так, мы обсудили, давай отправим заявку в iCombinator, давай, вроде классная идея, поедем, поживем три месяца в Штатах, глядим, чему научимся. Опять же таки, то есть мы были не уверены, что мы пройдем в iCombinator, поэтому мы как бы особо больших ожиданий на это не оставляли. Но, судя по всему, в iCombinator понравился тот факт, что у нас уже был продукт готовый, который продавали, и мы начинали приносить деньги, поэтому, ну, возможно, еще по куче других факторов, но нас приняли. И зимой, получается, 2015-го мы едем в iCombinator, нас восемь человек, снимаем все домик в Mountain View, вот, и все вместе дружно живем, и работаем как сумасшедшие в течение трех месяцев. Потому что вы еще там пилили GitLab, соответственно, и ходить там по части обучения, там какие-то посещения, что-то же, да, там, как все это происходит? Да, там раз в неделю голповые занятия, раз в неделю, скажем так, называется это ужин в iCombinator, это ивент, когда тебя кормят, и когда выступают очень классные люди, там, допустим, один стоп-менеджмент, там, фейсбука, или какой-нибудь знаменитый инвестор, и рассказывают очень умные штуки, то есть такая своего рода немного инсайдерская информация, потому что снимать, записывать видео запрещено, то есть так много основано на доверии, и люди рассказывают действительно такие интересные вещи, которые очень сложно где-то увидеть. Ну да, просто так нигде не прочитаешь. Да, да, вот. Крутого из этого iCombinator было то, что мы притащили, по сути, почти весь Steam, в Mountain View, то есть для iCombinator нужны только фаундеры, но мы решили притащить всех и вместе, как бы, и работать, и развлекаться, то есть, допустим, поехать на выходные в LA, там, или в тот же Vegas, и так далее. Слушай, а это вам, как бы, уже, это за свой счет, или, как бы, iCombinator что-то как-то, ну, когда заявку принял, тоже он как-то спонсирует все это? А, нет, а за свой счет, iCombinator делает в тебя инвестиции под определенный процент твоей компании, вот. А, угу. Ну, как бы, эти деньги потом ты уже как хочешь. Ну, понятно, да. Хочешь на компанию, хочешь в LA, там зависит он. Ясно. Вот. Проходит три месяца, iCombinator был нереально полезен, то есть, настолько амбициозная там среда, насколько эффективные советы по построению компании, по финансовым составляющим и так далее, то есть, я подчеркнул очень много, кофандер мой как CEO, для него это было совсем золотое жило, потому что, ну, как бы, они говорят все то, что должен знать CEO. Ну, да, да. После трех месяцев там мы успешно получаем инвестиции, то есть, seed round на полтора миллиона, и в этот момент мы понимаем, что, во-первых, американские заказчики предпочитают работать с американской юридической компанией, вот, во-вторых, то, что, в принципе, сам Калифорния, Mountain View, Сан-Франциско, это место для правильных знакомств, скажем так, источника информации, и очень важный источник нетворкинга, и, в принципе, если нанимать sales, продавать для штатов, то нанимать нужно тоже в штатах, вот, поэтому, по сути, после Y-Combinator мы полностью из штатов так и не уехали, мы сняли, арендовали там небольшой офис, и мы начали нанимать людей активно, то есть, там, по большей части, на sales, да, все же, то есть, да, в штатах только sales, потому что инженеры там очень дорогие, и, как бы, за те деньги, которые, там можно нанять одного хорошего инженера, в Европе можно нанять трех, или четырех, да, ну, трех, по крайней мере, а учитывая то, что, что так, деньги-то, они конечные, да, то есть, инвестиции. Ну да, надо считать, конечно, разбрасываться не стоит. Вот. Поэтому мы там нанимаем sales, у нас там небольшой офис, и разработчиков, в принципе, мы нанимаем в Европе. Да, и 2015-й после Y-Combinator, это сумасшедший рост, то есть... Ну, он заметен даже, вот, как бы, я думаю, простым потребителем, там, GitLab, да, даже Community Edition у нас вот, как бы, стоит, я, то есть, как бы, вижу, насколько он действительно оживился быстрее, и все динамичнее, прям вообще супер. Ощущается очень сильно. О, отлично. Так что, да, у тебя есть возможность тоже фидбэк получить, потому что мы его активно, буквально сегодня обновился на 8.3, так, к слову. Фидбэк со стороны, это очень хорошо. Вот. Опять же таки, я рад, что это заметно. Изнутри компании это очень заметно, у нас было 10 человек, когда мы в начале года, и сейчас нас под 40. Слушай, это, причем, как бы, программистов сколько у вас? То есть, ты говорил, там, в начале у вас там было 8 человек, ну, из них, понятно, там, 6-7 программистов, да, сколько сейчас, то есть, у вас, я так понимаю, опять же, есть там часть программистов, часть именно там поддержка, вот, какая-то там настройка, ну, вот, что-то такое там, ну, там, не знаю, девопса какого-то плана такого, да, наверное, или как у вас, вот расскажи, команда состоит. Команда состоит из разработчиков, которые пилят продукт, состоит из девопс, оперейшнс, кто как называет их, ну, да, это, по сути, люди, которые, да, занимаются серверами, деплоем и так далее, и у нас есть отдельно человек, который занимается упаковкой GitLab, то есть, по сути, эти деппакеты, репозитории, все вот это обслуживание, так сказать, подготовка, да, вот, пакетов там и прочее. Да, да, вот, то есть, по сути, сейчас, наверное, инженеров в сумме, ну, где-то около 15-17, вот, даже, ну, ближе к 20, вот, из них там, грубо говоря, допустим, 4 человека девопса, один, там, человек занимается активно пакетж менеджментом, остальные пилят либо GitLab фичи, либо там внутренние проекты, тот же, допустим, Enterprise Edition, для него нужны лицензии, чтобы генерировать и управлять лицензиями, нужен все равно отдельный проект внутренний, да, который... да, конечно, для удобства, не в экселевском же файлике там все это ввести и так далее. Ну, да, то есть, допустим, есть какое-то приложение, в котором ты занимаешься менеджментом финансов, есть конкретно лицензии, которые нужно отправлять клиенту, то есть, кто-то пришла оплата на финансовое приложение, оно дернуло фук, внутри какое-то приложение свое, разъяснило лицензию, отправило по почте, допустим, клиенту. Ну, да, да, обычный, так сказать, правильный подход к этому делу. То есть, такие вот приложения поддерживают их, плюс сам продукт, вот. То есть, мы выросли очень сильно за последнее там время, не только в количестве девелоперов, а в принципе, то, что нужно здоровой компании, это маркетинг, это оперейшн-офисер, это люди, бухгалтеры, люди, которые занимаются продажами, аккаунтинг и так далее. То есть, оказывается, очень много людей, помимо разработчиков, нужно даже для даже для GitLab. Да, да, но тебе в этом плане повезло все-таки. СТО, ты все-таки, ну, имеешь, конечно, представление об этом, но, слава богу, я такое больше все-таки сконцентрирован на технических аспектах разработки. Слушай, ну, про это, в общем, целом так поговорили, здорово, интересно, давай, наверное, про всякие технические штуки поговорим, расскажи, как вообще устроен GitLab изнутри, ну, имеется в виду, там, какая архитектура, то есть, когда все вы начинали, понятно, вы взяли там рельсу, по-быстренькому собрали из гемов, так сказать, из того, что было, какой-то веб-интерфейсик, там, бэкэнд, кстати, вы изначально, как и у вас, была первая база данных, на которой вы все это делали, запрототипировали? SQLite. А, даже SQLite, ну, вообще, правильно, самый простой вариант. Вот, расскажи, как все это потом преобразовывалось, и вообще, как устроен проект изнутри? Хорошо. Самое интересное, что до сих пор GitLab, это, по сути, монолит рейлс-приложения. Это своего рода, скажем так, наша особенность, пока мы от нее не хотим уходить. Начиналось это все с Ruby on Rails фреймворк, база данных SQLite и jQuery. И, в принципе, все. понемногу. Потом UI перешел на Twitter Bootstrap. Что осталось по сей день? По сей день монолит рейлс-приложения, по сей день jQuery из баз данных. Сначала было SQLite, потом перешли на MySQL. Потом очень хотели перейти на Postgres, но Enterprise нам в этом плане не дал, потому что есть все-таки компании, которые платят Oracle за support, и у них все на MySQL. Поэтому мы добавили, скажем так, праймарь базу данных, выбрали Postgres, но MySQL мы все еще тянем как поддержку. Интересно, не задумывался как-то так об этом. Думаю, MySQL всем он так уже надоел, все прям на Postgres, а тут, видишь, оказывается, Enterprise все-таки в силу поддержки больше интересен. Но это, опять-таки, где-нибудь в Америке и в прочих местах, где, так сказать, Oracle, Sun и прочее сильное влияние имеют, наверное. Ну, так как большая часть клиентов это Штаты, то есть в основном Европа, да, не столь, я бы сказал, IT-продвинутая, и многие просто используют Community Edition, их устраивает большие, да, большие компании, там тот же, допустим, NJ Punk, по-моему, он на Enterprise Edition сидит, Китай по понятным причинам сидит на Community Edition, вот, ну, как, в принципе, Азия вся, поэтому в основном ориентировка это Штаты, Штаты, как бы, да, у некоторых компаний сильная завязка на Oracle, и, как бы, ради одного проекта на Apostles они очень категорически не хотят, допустим, переключаться, да, вот, поэтому нам очень нравится Postgres, мы бы хотели поддерживать только Postgres, но, к сожалению, поддерживаем еще MySq, или, к счастью, для Sales, вот. Так, слушай, ну, а поскольку рельсы, я так понимаю, что, соответственно, там никаких хранимых процедур, все там через ActiveRecord или какие-то другие прослойки, да, как, как? мы старались придерживаться RealSway по той причине, что у нас не так много разработчиков и многие люди контрибьютят да, фичи из Open Source комьюнити, поэтому, чем проще оно, чем стандартнее, тем лучше. Ну, логично, конечно. Вот, все через ActiveRecord, особо никаких, скажем так, кастомизаций, там, процедур и так далее на уровне базы данных нет. Мы используем Redis для кэша и для сессий и для остальных данных, которые не столь важны, то есть Persistence в Postgres'е, все остальное уходит в Redis, и по сути, по сути, это все. Никаких особых, скажем так, сложных систем или микросервисов даже того же AngularJS там нет. Единственное, в чем мы, скажем так, с технической точки зрения интересного, это в GitLab'е сейчас есть встроенный CI, и CI работает по какому принципу? Есть GitLab, в которой хранит информацию о CI, билдах, UI и так далее, а есть, собственно говоря, программа, которая гоняет тесты, она называется GitLab Runner, по сути, она устанавливается где угодно, это небольшое приложение на Go, которое регулярно подключается к GitLab'у, берет какую-то задачу для CI, выполняет ее у себя в токер либо нативно и возвращает результат выполнения назад на GitLab. вот этот раннер мы сначала написали на Ruby, потом поняли, что не годится и в плане кроссплатформенности, и в плане производительности и так далее, поэтому его написали на Go. и еще что из такого из архитектурного недавно тоже мы на Go переписали кусочек, который отвечает за Git over HTTP, вот, и как-то он в итоге органически разросся, и в итоге у нас все запросы идут на этот небольшой Go-сервер, который распределяет дальше запросы либо на Nginx, либо нативно на рельсовое приложение, либо на какие-то еще процессы, то есть по сути... То есть ты хочешь сказать, что у вас сейчас фронтенд не Nginx является фронтендом, а вот этот сервис на Go? Да, но он внутри, получается, сначала все идет через этот GitLab Workhorse, он называется. Workhorse, ага. А потом он проксирует туда, куда надо. Ясно. То есть большинство идет через Nginx внутри. То есть изначально очень интересно получилось, потому что делался-то он только для Git of HTTP трафика, а закончилось тем, что... Ну да, весь вообще HTTP через него по сути. Слушай, а еще вспомнил, расскажи, я просто в процессе обновления версии, поскольку я так все время этим занимался, у вас был какой-то период, когда в каждой новой версии менялся рельсовый бэкэн, то значит Unicorn, то Thin, то Unicorn, туда-сюда, 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 вот это вот, скажи, с чем это было связано такое? Это было связано с тем, что мы пробовали, скажем так, что будет работать лучше. По-живому, так сказать, да? ясно. По сути, у нас же релизы каждый месяц, поэтому мы себе могли позволить, допустим, на месяц поставить какой-то веб-серв и получить фидбэк отовсюду, работает он или нет. Мы очень хотели, тогда был веб-сервер Puma, Puma, да, помню, она тоже у вас как-то была. И мы на него переключились, хайп, все такое, он вроде классный, но у нас были проблемы с ним, скажем так, у нас были проблемы с приложением, которое периодически выедала память, потому что сам GitLab он дергает процессы Shell-овские Gitu, скажем так, обращается к куче всяких сервисов, где-то память не отдал, там еще что-либо, и проблема в том, что если у тебя однопроцессовый веб-сервер с кучей потоков, то он просто разрастался в памяти до определенного предела, и очень тяжело было с ним что-то сделать, и в конце концов мы вернулись в связки Unicorn, когда у тебя там три процесса как три воркера, и мастер-процесс убивает воркера, которые переходят определенный островый предел по памяти, то есть по сути таким образом отстранили решение проблемы с утечкой памяти на уже года полтора, я думаю. Ну, хорошо, ясно. Так, слушай, а еще вот расскажи, ну, понятно, что монолитное приложение, но просто интересно как-то у вас получается все программисты, разработчики пишут и фронтенд, и бэкэнд, то есть у вас нет там разделения кто-то только фронтендом, чтобы кто-то занимался, кто-то только бэкэндом, да, и вот все такие, как это называется, фуллстэк девелоперы, да, или все же есть какое-то разделение? Так и есть, у нас все фуллстэк девелоперы, мы только вот буквально месяц назад наняли исключительно фронтенд девелопера, вот, до этого был полный фуллстэк, в принципе, в этом есть смысл, так как рельсовое приложение и рендеринг на сервер-сайт, то для фронтенда не было какой-то такой сложной работы, чтобы нанимать специально специально отдельные шаги. Ну да, да, логично, конечно. Вот, и только сейчас, когда возможности компании расширились, мы поняли, что там мы можем себе уже позволить делить, скажем так, профессиональных дизайнеров, фронтенд разработчиков, то есть, по идее, GitLab должен стать еще лучше и визуально приятнее в будущем, вот, то есть, скажем так, сейчас активно работаем над этим. Ну, хорошо, да, будем смотреть, следить за обновлениями. Ну, и плюс, как бы, в будущем, многие разделяют идею того, что хорошо бы, чтобы BQM чисто отдавал JSON, да, фронтенд был отдельно. То есть, ну, это, так сказать, да, современные тенденции, в общем-то, конечно, в них есть смысл, просто вот, я не знаю, насколько это легко или кажется логичным на рельсовом приложении, поскольку как бы основная суть-то его как раз-таки в том, чтобы вот именно монолит, который отдает все, да, то есть, ты там всяких гемов понастейл, которые там во фронтене что-то делают, и все равно пишешь, по сути, код там на Рубе, да, вот, тут получается такой переход, когда отделение, то есть, ну, мне кажется, достаточно такая большая работа предстоит, если вы решите, так сказать, этим озадачиться. Да, поэтому, ну, у нас всегда не хватало human power, да, то есть, по сути, у нас постоянно была нехватка разработчиков, то есть, амбиции и желания по фичам были выше наших возможностей, поэтому у нас очень, скажем так, прагматичный подход к разработке, если что-то там не может быть сделано в скопе релиза, то есть, одного месяца, то это откладывается, либо игнорируется, либо как-то еще обходится, поэтому у нас была даже дискуссия недавно по поводу отдельного фронтенда и все равно мы пришли к мнению того, что даже сейчас мы не будем этим заниматься и в лучшем случае мы начнем только новый функционал делать под, скажем так, под новую архитектуру и только так постепенно в какой-то момент то есть мы перейдем полностью, то есть исключительно прагматический подход только не, ну он такой жизненный, понимаешь, в чем дело, это только в идеальных каких-то книжках и сказках, когда у тебя, значит, есть какая-то версия и потом ты так щелкаешь пальцем, ребята, так, а вот теперь мы там на полгода замораживаем разработку и, значит, пилим идеальную новую крутую архитектуру и все у нас будет супер, да, жизнь, в общем-то, диктует совсем другие условия, поэтому всегда, ну невозможно взять и просто переписать, там поменять архитектуру кардинально за какое-то очень короткое время, да, поэтому, конечно, это придется делать, так сказать, постепенно, по шажочкам, по кусочкам, вот, так что. У нас приходят новые разработчики и периодически там кто-то из новых разработчиков, недавно влившись в коллектив, задает вопрос, а почему бы, типа, не переписать? И сразу же на это получают ответ, я тебе перепишу, нет, ты знаешь, у меня тоже, как бы, ребят такой периодический проскакт, я говорю, слушай, ну если ты хочешь, вот что, вон завтра там до обеда перепиши или там на выходных принеси полностью такой же функционал, но на новом мы с удовольствием примем, да, но никто же за выходные не перепишет, поэтому, в общем, приходится жить с тем, что есть и потихонечку это дело развивать. да, слушай, знаешь, еще что я не спросил, это, вот у вас есть, даже там не важно, комьюнити-эдишн, либо про интерпрайс, не знаю, есть как бы просто инсталляция, есть вот, как она называется, омнибокс, да, то есть, когда все в одном такой пакет большой, и в нем, значит, все уже нужные сервисы, настройки, вот расскажи тоже, как это все появилось, интересно, потому что я сам помню, что изначально я юзал, ну, обычную, понятное дело, версию, да, потом в какой-то момент появился омнибокс, думаю, надо бы перейти, но у меня там центоз, значит, там как-то все не та версия, руби не то, все, долго я тянул, и вот в какой-то момент думаю, ну, все, ладно, сдался, потому что каждое обновление, это очень геморройно, думаю, надо, и все-таки, в общем, собрался, там, еще как раз-таки у меня была версия на MySQL, да, а омнибокс, она, соответственно, уже на Postgres, вот, все это надо было переколбасить, вот расскажи, как здесь все это, и это опять-таки, я понимаю, занимается DevOps, да, команда, которая, собственно, все это дело пилит, просто я там помню, у вас же там шеф используется, который, собственно, настраивает там рецепты, все-все это конфигуриет внутри. Да, есть такая классная технология, Omnibus, по сути, которая позволяет тебе создавать ненативные пакеты, вот, запаковав все вовнутрь, и Ruby, и Postgres, и NGINs, и Redis, и все остальное, по сути, родилась эта идея из фанальной необходимости установить GitLab легко, то есть, раньше это была документация с шагами, сделать то, Да, 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 я помню. И с каждым добавлением нового функционала, либо усложнением там, архитектуры в какой-то степени, это все постоянно приходилось обновлять, то есть, документация для установки, это был, постоянный объект войны правок, и постоянно что-то для кого-то не работало. Поэтому хотелось какой-то простой способ, скажем так, установки GitLab на дурака, да, то есть, запустил одну команду, и оно установилось. Мне, допустим, очень нравится apt-get install, чего-то там. Ну да, да, human install, одна команда уж куда-куда проще, что называется. Вот, да, то есть, хотелось всегда что-либо такое, но запаковать под нативные пакеты, да, для того же Tabiana, у них очень все строго было. Допустим, мы когда общались с командой Tabiana, они говорят, да, каждый гем должен быть отдельным пакетом, для того, чтобы могла система Package Manager реиспользовать их для других. Ну, представь, что такое у нас кемфайл лог, я не знаю там сколько сотен строк. Слушай, да, я тоже всегда удивлялся. Один раз я как-то считал, что что-то там больше сотни точно там вообще легко. Гемов, если это все отдельными пакетами, это же ужас. Вот, а теперь представь, что каждый релиз, ты там несколько гемов обновляешь, да? Вот. То есть, это было нереально, поэтому, опять же таки, на то время мы могли позволить себе одного человека, который мог бы этим заниматься. Поэтому он нашел Omnibus, это человек Мавин Янковский, и он, по сути, главный мейнтейнер сейчас, Omnibus GitLab. По сути, у тебя запакован пакет на 200 мегабайт со всеми зависимостями, которые тебе нужны, и с шефом, который все это разволачивает, со всеми конфигами и так далее. Вот. И, по сути, когда мы это сделали, это был, я не знаю, огромный шаг вперед. Мы победили главного фрага, это сложность установки, да? Да, нет, для такого коробочного продукта, условно коробочного, который ты, так сказать, где-то ставишь у себя локально, простота инсталляции, мне кажется, это один из очень важных пунктов, просто очень важных. Это так, потому что с АС-версией очень часто, почти все сейчас, да, в клауде, с АС-версией, в данном случае не очень сталкиваешься с такими проблемами, потому что ты деплоишь сервера, да, то есть ты там написал, выбрал какую-то операционную систему, написал скрипт, развернул все это, либо просто в юзер-интерфейсе наклацал увеличение там серверов и так далее. Когда ты создаешь продукт, который люди устанавливают на CentOS, на разные версии Ubuntu, на разные сервера, то есть вот Raspberry Pi и заканчивая какими-то дата-центрами, да, то очень, скажем так, очень сложно сделать продукт, который легко устанавливается, вот, поэтому это был такой очень важный шаг и после Omnibus в данном случае нам очень сильно помог в этом. Ну, круто, да, очень круто, что все получилось, и он, кстати, очень на удивление стабильно работает, и вот, что тоже, потому что мне кажется, знаешь, что в таких, когда коробочные какие-то продукты, когда там, да, вот оно как-то, то есть ты ставишь пакет, а в нем там внутри куча каких-то сервисов, они там сами как-то живут, там кто-то там, знаете, кем-то следит, условно говоря, там мастер сервиса, да, очень важно добиться стабильности, ну, скажем так, чтобы администрирование всего этого дела было минимальным, ну, то есть, как бы, оно само, чтобы могло там себя, условно говоря, восстановить как-то, да, вот, что ты по этому поводу скажешь, как у вас все это становилось тоже, как ты согласен с этим мнением? Я могу сказать, что у нас есть два очень умных человека в Reder DevOps, которые, скажем так, взяли на себя эту проблему и в итоге мы имеем полностью рабочий вариант из коробки, который к тому же обновляется одной командой. Самое прекрасное, вот с точки зрения позиции CTO, вот то, что я туда не вмешивался совсем и получился абсолютно рабочий продукт. Поэтому, скажем так, рассказать много технической реализации, как там устроено, кроме того, что там шеф и все это разворачивает, я не могу. Я знаю, что это работает, это классно и даже я это использую. Ну, да, да, остановимся на этом, что оно просто, в принципе, хорошо работает. Расскажи тогда, вот что ты точно знаешь, это как, в принципе, у вас устроен весь workflow, ну, то есть, вот процесс разработки, я имею в виду там, вот как вы решаете, какие фичи должны войти, то есть, как у вас там какие-то методологии разработки вы используете, да, то есть, как все это там тестирование, там, выкладка и деплой и прочее, как вот, ну, в общем, весь жизненный цикл разработки проекта. Хорошо. Да, про это я могу рассказать. Я знаю, что спрашивать у СТО, видишь, это уже хорошо. Ну, да, если я не смогу ответить на этот вопрос, то люди начнут задавать вопросы. Да. По сути, с октября 2011, GitLab релизится каждый месяц, то есть, цикл, это месячный этап разработки и очень много вертится вокруг это, скажем так, цикла. По сути, на каждый релиз у нас есть milestone, который содержит в себе ряд еще, которые, скажем так, планируем реализовать. Разработчик берет любое ище из текущего milestone, над которым никто не работает, то есть, которое не заосанено, и осанит его на себя, пишет код, создает мёртший квест, отправляет его в GitLab, кто-то из других разработчиков его проверяет, и он заливается. При условии зелёных тестов, понятно что. У вас тесты, то есть, разработчик, когда берет ищу, он, собственно, сразу же покрывает его тестами, да, я так понимаю? Да, у нас в документации прописан definition of done, что должно быть в мёртшей квесте. Любой функционал, добавляющийся в GitLab, должен иметь несколько составляющих. Запись, change log, собственно, сам функционал, тесты и документация. Если одного из этих четырёх пунктов нет, то мёртшей квест не принимается. То есть, разработчик обязан написать не только тесты, но и документацию. А документацию, ну, какую-то, то есть, это какой-то пользовательский, в смысле, что вот такая фича, как она работает, что там она позволяет, да, то есть, или... То есть, если ты зайдёшь на doc.gitlab.com, то как раз ты увидишь всю документацию, написанную разработчиками. Ясно. Вне зависимости от того, это API, либо просто функционал в UI. Это то касается того, что должен сделать разработчик. Взять ещё, скажем так, полностью его сделать с документацией, с тестами, отдать на review, потом взять другое ещё. С точки зрения планирования, у нас, по сути, есть product manager, это человек, который, скажем так, большую часть времени занимается тем, что планирует, какие фичи, в какой период времени на какой релиз отправить и так далее, что более важно для релиза, что менее важно. планирование Майлстоуна большей частью зависит от требований кастомеров, то есть, если какой-то запрос очень часто повторяется, то, скорее всего, он нужен большей части многим платным пользователям, соответственно, имеет больше приоритет. У нас есть задокументированно, скажем так, когда задокументированно, это значит в публичном доступе, то есть, каждый может зайти, даже ты можешь зайти там на наш веб-сайт и посмотреть, у нас есть список priorities, и, допустим, если это security еще, то оно должно идти в самый, ну, что ни на есть текущий Майлстоу, ну, ближайший релиз, и разработчик должен его подобрать в первую очередь из текущего Майлстоуна. Потом, допустим, идет Data Loss, это если потеря данных или еще что-либо, потом уже дальше по ступенькам какие-то глобальные вещи, которые важны для развития как продукта в целом, допустим, баги, то есть, потом, допустим, менее приоритетные вещи, как там подправить где-то кнопочку, к примеру. По сути, так как мы все ремоут и работа идет асинхронная, да, своего рода, то есть, продукт-менеджер там планирует асинхронно Майлстоун и разбрасывает еще по Майлстоунам, разработчики берут еще, которые подходят по списку приоритетов и по их пожеланиям, выполняют их, другие разработчики делают ревью этого всего, из, в принципе, каждый хоть разработчик, хоть член комьюнити может создать еще, и если оно имеет смысл, да, исправить, либо добавить новую функциональность, то потом продукт-менеджер просто прислует ему какой-то Майлстоун, вот, и оно будет выполнено. Что немного такого вот отличного от некоторых других практик, которые я видел, мы закрываем Майлстоун, как только приходит время релиза, вне зависимости, выполнено все в нем или нет, то есть, еще, которые не выполнены, просто переносятся на следующий Майлстоун. То есть, у нас фиксирована дата релиза 22-го числа и, скажем так, кто не спрятался, я не виноват, поэтому... Все, что слито, все, что прошло тесты, все попадает в релиз, короче говоря. Да, да. По сути, по CI, то есть, тесты, проверки на синтаксис, на комплексити и так далее, то есть, всякие код quality checks и так далее, это все по возможности интервью на CI, чтобы минимизировать по человеческому работу. И, соответственно, это все запускается на каждый камин, да, или на каждый меркшеквест, на каждый, а, даже на каждый пуш, ага. То есть, когда ты создаешь меркшеквест, пуш уже понятно, что произошел. Ну, понятно, да, конечно. Соответственно, если CI красный, то он меркшеквест не заливается, то есть, это однозначно. Нет, ну, это понятно. Кстати говоря, у вас в последнем, вот, в 8.3 я там читал в описании, да, появилась клевая фишка, что сразу проверяется CI, и можно автомердж делать, если все окей. Да, это очень, скажем так, классная штука, особенно для меня, то есть, много разработчиков отправляют мне меркшеквест для ревью, и я просматриваю код, он выглядит хорошо, но CI еще как бы в процессе выполнения тестов, я не знаю, пройдет он или нет, поэтому код выглядит хорошо, я жму замерджить эту кнопочку, замерджить, если зеленая, если тесты будут красные, то мердж не пройдет, если зеленый, то он автоматически зальет, то есть, мне не надо возвращаться к этому мерджеквесту больше, я нажал эту кнопочку и дальше занимаюсь другими делами. Слушай, а вот, кстати говоря, расскажи, как оперативно вы смотрите на мерджеквест, то есть, у вас есть какое-то соглашение о том, или там, кому вы назначаете мерджеквест, то есть, просто свободно, или каждый берет, или как, то есть, я вот написал, кому так, ну да, я сегодня Васе, а завтра Петя назначу мерджеквест, то есть, как вы решаете, и насколько оперативно надо его посмотреть и принять, чтобы он там не протух, когда, ну, в силу того, что там другие тоже мерджеквесты же висят и сливаются. У нас есть, по сути, такая вот, скажем так, должность, мерджеквест энд босс, вот. Так. По сути, этот лейбл, он на мне и еще на двух разработчиках, которые уже давно в GitLab, то есть, ну, на старших товарищах, да, конечно. На старших товарищах, вот. И большинство мерджеквестов осайнится на одного из нас. То бишь, мы втроем проверяем мерджеквесты и все остальные. По приоритетам. По сути, я каждый день, там, пару раз в день открываю вкладку мерджеквестов, которые заосанены на меня и прохожу по ним. Вот. По сути, в принципе, это да, это все, особых требований нет. Если нужно мерджеквест посмотреть быстрее, да, бывают случаи, когда... Ну, ты просто, как бы, разработчик просто там звонит или там пишет, что, слушай, посмотри, надо там побыстрее. Это понятно, да. Вот. А так, как бы, в течение дня, это, в принципе, дня двух, это нормально получить фидбэк. Мерджеквесты от комьюнити, это отдельная тема, то есть, они не осайнятся ни на кого, они просто висят стэком таким большим и их может ревьювить любой человек, в принципе. Вот. Старшие товарищи, я, в принципе, к ним возвращаемся, ну, где-то там, раз в неделю. Вот. И заливаем только то, что, допустим, соответствует определенным критериям. Там, зеленые тесты, код выглядит хорошо и так далее. А в остальном нам помогают разработчики из комьюнити в ревью мерджеквестов, которые тоже из комьюнити. Вот. То есть... Кстати, вот расскажи, в школе мы затронули тему вообще сообщества, насколько оно, в принципе, велико и как оно вообще, то есть, там тоже уже нарисовалось, ну, как-то появились какие-то постоянные, скажем так, участники, да, которые не являются членами вашей непосредственно, там, команды, GitLab, да, но которые, тем не менее, активно там что-то контрибьютят и смотрят, разруливают, как-то помогают. Да, у нас, в принципе, GitLab, скажем так, развивался и за счет комьюнити почти с самого начала, то есть, было много мерджеквестов в разный период времени, это все носит, скажем так, немного хаотичный характер, то есть, в какой-то момент появляется разработчик, который очень заинтересован GitLab, он там в течение месяца активно контрибьютит, вот, потом дальше уходит, ему надоедает, или он там занимается другими делами, потом, как через какое-то время появляется новый разработчик и так далее, то есть, есть такие всплески, помимо этого, есть несколько человек, которые присутствуют с других компаний, да, которые, возможно, уже даже используют Enterprise Edition, просто, скажем так, как участвуют, как сторонние разработчики, и, судя по тому, что там около 100 мерчеквестов сейчас висит на GitLab.com, то есть, активность довольно-таки неплохая у комьюнити. Не, ну да, 100 мерчеквестов, которые еще даже не слиты, то есть, это говорит о том, что вам просто даже еще некогда, все некогда руки не доходит их посмотреть. Да, 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 вот, то есть, в этом плане запросов много, единственное, что не все они, то есть, от профессиональных разработчиков, то есть, люди хотят помочь, но они, скажем так, пишут на другом языке, поэтому качество не позволяет их залить, да. Ну, это вот стандартная проблема, да, когда там есть, ну, не важно даже, просто там автор какого-то там проекта, да, вот он как-то, его видение, что называется, одно, а приходят ребята, значит, ну, другие там разработчики, да, я давай сейчас тебе законтрибьючу, там, вот тебе там кусочек, pull request, но он либо написан не в том стиле, либо там оформлен неправильно. Вот это, на самом деле, тоже ведь отнимает достаточно много времени, потому что, с одной стороны, ну, промолчать тоже некрасиво, то есть, как вроде бы человек потратил там и силы, и время, и что-то хорошее хочет сделать, там, привнести какую-то там багу исправить или там новый функционал, а с другой стороны, приходится там разъяснять, что вот это неправильно, вот тут надо не так, то есть, то есть, вы тоже, ну, то есть, непосредственно вы же сами, я так понимаю, как разработчики тоже все занимаетесь этим просто там по мере сил, что называется. Именно так, то есть, да, мы всем этим занимаемся и по мере сил, поэтому очень важно, допустим, иметь все вот эти вот, все код-квалити метрики внутри CI, тогда мы просто пишем, скажем так, один из критерий того, что мертвый квест от комьюнити будет залит, это должен быть зеленый CI, то есть, мы можем не ревьювить мертвый квест, который у которых классный CI. Это уже, я думаю, снимает, так сказать, приличную долю каких-то, так сказать, не очень правильно написанных мертвый квестов, правда же? Ну, где-то, наверное, процентов 40 снимает, да. Вот, вот, да. Вот. Да, это занимает много сил, то есть, приходится отписываться людям, что да, это не очень. Опять же, таки, тут очень интересный фактор, многие люди не реагируют, то есть, они отправили мертвый квест и забыли про него и не возвращаются к нему. Но есть действительно настойчивые люди, как бы, потом ты понимаешь, что ты не зря потратил время, потому что человек, допустим, три раза заметит один и тот же мерзший квест, переписывая его трижды, пытаясь сделать так, чтобы он подходил под твои стандарты, да, и после этого на такого человека смотришь с восхищением, да, то есть, он трижды это все переписал, лишь бы сделать это правильно, то есть, в этом плане свое время потраченное на комментарии. Такие моменты, вот ради таких случаев, знаешь, руки не опускаются, что называется, потому что действительно, как бы, видишь заинтересованность, и человек действительно осознал, понял, то есть, и свой уровень квалификации он повысил, и ты получил реальное, вот, какое-то удовольствие, наверное, от всего этого процесса. Вот это вот самая приятная составляющая. У нас есть один контрибьютор, которым, мне даже немного стыдно, что мы ему не платим зарплату, вот, то есть, он как бы, он работает в другой компании, и он говорит, не, я не хочу работать в GitLab, я у вас отдыхаю. Проект для души, что называется, такая. Да, именно так, вот, и он столько привносит хорошего для GitLab, что один человек заставляет тебя, в принципе, верить во все open source community, и весь твой фидбэк остальным людям он недаром, вот. Слушай, ну здорово, здорово, очень позитивно. У нас также есть в комьюнити люди, которые особо код не пишут, но, допустим, есть еще, другие аспекты, да, contribution, это issue tracker, да, то есть, там тоже, на самом деле, немало работы надо сделать. Человек неправильно сформировал еще, либо он не указал, допустим, он сказал, что в программе есть баг, но не приложил ни логи, ни скриншоты, ничего, да, то есть, здесь тоже нужно давать массу фидбэка по issue tracker, и закрывать дубликаты, и так далее, и в данном случае комьюнити нам тоже очень сильно помогает, то есть, да, они как бы не программируют, но ту работу, которую они проделают по issue tracker, это, скажем так, я бы мог этим заниматься full time, да, это было, минуты программировать, и, кстати, я здесь читал несколько других авторов, open source авторов в блокпостах, в твиттере, жалуются на то, что у них очень много времени занимает менеджменты, еще трекера, и, поэтому тяжело становится мейнтейнить, да, одно дело замерчивать pull request, другое дело сортировать постоянно и еще закрывать дубликаты, надо отписываться, что надо уточнить, тут вот где, вот вы не указали версию, там, какая у вас операционка, да, я прекрасно понимаю, это большое очень, ну, не то, что большое, это очень трудоемкая такая, вот, времени очень много на это нужно, конечно. Слушай, ну, здорово, что вот у вас даже сообщество, в общем, помогает, то есть, оно такое очень, ну, там, состоявшееся, скажем так, да, многие вопросы решает на себя. Здорово, слушай, и давай еще поговорим, знаешь, про что, всякие интеграции, да, у вас тут с недавних пор там появилась интеграция с Mattermost, вот эти все штуки, там, CI сейчас как отдельно так уже вырисовывается, да, то есть, как-то раньше он был так неявно, а сейчас он как бы прям совсем явный CI, так и такая плотная интеграция, там, везде, и там, в пол-реквестах отображение статусов, вот, про это немножко можешь рассказать, там, как вы тоже все эти штуки появляются, возникают, вот тот же самый интеграция с Mattermost, с чего вы вдруг как бы, то есть, это была потребность, вы нашли какой-то проект или как все это сложилось? С Mattermost, да, для тех, кто не знает Mattermost, это приложение чат, по сути, отдаленно напоминающее Slack, с Mattermost, скажем так, в какой-то мере это пересекается с нашим видением, мы видим, как GitLab, как инструмент для разработки, да, от написания кода до деплоя, то есть, скажем так, одно приложение, которое решает твои насущные потребности, и одна из потребностей, да, коммуникации, это чат, и чата в GitLab нет, но, допустим, есть альтернативные чаты, open source, и с компанией, которая стоит за Mattermost, мы просто пообщались, у них есть готовый open source чат, скажем так, они бы хотели его дистрибьютировать, но они не хотят заморачиваться маркетингом, пиаром и так далее, вот, но при этом они занимаются разработкой его активно и так далее, вот, то есть, мы считаем, что небольшой компанией, которая, хочет, допустим, сделать какой-нибудь сортап, или заниматься аутсорсингом, даже, в принципе, что угодно, да, им для девелопмента им нужен GitLab, и им нужен чат, вот, поэтому была идея такая, что давайте мы чат запакуем в GitLab, вот, и будем его дистрибьюти вместе с GitLab, то есть, по умолчанию он отключен, но всех, кому нужен чат, и которые хотят селф-хост чат, они просто его включат в конфиг одной кнопочкой, и у них все заработает, и как бы пользователям приятно, и как бы для Mattermost это тоже очень удачно, потому что весь этот нетворк от GitLab, они как бы могут воспользоваться им как результат дистрибьюции, да, вместе с GitLab, и для GitLab это тоже хорошо, потому что мы пользователям даем нужный набор инструментов, то есть, поставил GitLab, включил Mattermost, у тебя есть чат, у тебя есть GitLab, разобраться на здоровье, что еще нужно, да, для жизни. Ну да, да, да. Насчет CI, он у нас внутри был как отдельный продукт, то есть, отдельное было авиарисовое приложение, но по понятным причинам на него просто не было ресурсов на его разработку, и если GitLab как таковой используется, например, в 100 компаниях, то только 10 из этих компаний используют тест, тестирование теста и CI, и как минимум там у 5 из них будет Jenkins по понятным причинам, да? Ну да, обычное дело, конечно. У CI очень была низкая ниша, и банально, опять же таки, потому что мы всегда ограничены в ресурсах, мы вынуждены выбирать, и GitLab был как такое приоритетнее, и поэтому CI не получал должного развития, пока не нашел штат и не сформировался своего рода естественный лидер для CI проекта. Получилось это тоже контрибьютор, он контрибьютировал в CI и очень хорошо, и мы потом сделали ему оффер, он присоединился к GitLab, и как-то естественно продолжил разработку CI, то есть по сути то, что CI сейчас очень активно развивается, это результат работы ну, грубо говоря, одного-двух человек, которые просто активно им занялись, то есть наконец-то нашлись люди, которые сказали, да, мы хотим его развивать, и могли это сделать. И с версии 8.0 мы CI был отдельным рельсовым приложением, отдельное рельсовое приложение для GitLab, взаимодействовали они по API, и у нас была куча кода дублирующегося и в GitLab, и в GitLab CI, и в какой-то момент мы решили, что CI в нем не так много функционала, чтобы держать его отдельным приложением, и в то же время мы можем очень многое выиграть от того, что CI будет частью GitLab. Ну, конечно, более плотная интеграция, она на лицо вырисовывается, конечно. В версии 8.0 мы просто сливаем одно приложение в другое, не заморачиваясь особо, и с 8.1, с 8.2 мы начинаем активно делать интеграцию, так как теперь у нас одна база данных, один бэкэнд, то на любой странице GitLab вытянуть данные по CI не составляет труда, поэтому у нас сразу же появились CI-статус на странице коммитов, на странице мертвых квестов, в принципе, везде, да? Ну да, да, нет, но просто вот эта плотная, знаешь, более тесная интеграция, собственно, один из, как мне кажется, немаловажных таких моментов за то, чтобы отказаться от всяких сторонних там, Дженкинсов и прочих, и за юзать это, потому что это же очень круто, когда ты заходишь, у тебя прям тут и коммиты твои, да, ну то есть GitLab как инструмент основной твой там для хранения и взаимодействия с кодом, тут же у тебя полная интеграция с CI, и не надо ничего настраивать, а он просто из коробки есть, ты там, условно говоря, в конфиге прописал, что CI, да, и зашибись. То есть, мне кажется, сейчас должно больше людей, использующих GitLab отказаться от всяких там Дженкинсов, ну если там, в смысле, в новых инсталляциях, мне кажется, CI уже более востребованно и пользуется популярностью, которую у вас. Да, я думаю, так и есть, и, скажем так, мы очень активно сейчас занимаемся вот этой вот продвинутой интеграцией, так как она идет из коробки, то для людей намного легче начать пользоваться GitLab CI вместо того, чтобы ставить какой-то сервис, да, и мы будем активно его развивать, то есть, мы наращиваем количество озабочек, которые занимаются CI. У нас очень амбициозные планы по поводу CI, скажем так, он будет только расти в будущем, то есть, у нас есть идеи по поводу пайплайна целого через CI, когда будет CI в одних проектах, будет дергать CI в других и так далее, то есть, когда это все будет собираться в целую цепочку, да. Ну, тут, кстати говоря, очень большое поле для деятельности, потому что, ну, одно дело, когда там CI просто запускает юнит-тесты для какого-то такого абстрактного, не знаю, фреймворка или там, что-то такое, да, вот, математически понятное, другое дело, когда тебе нужно протестировать какие-то там или запустить интеграционные тесты, где очень важно весь environment, да, в котором все это поднимается, потому что там у тебя сервисы, и они как-то связаны между собой, там, одним нужны такие-то сервисы, здесь там работать под одними какими-то условиями, да, вот, и тут CI как бы уже тоже становится не все так просто, то есть там, ну, в простых примерах, когда там дернуть CI, который там юнит-тест запустит, что там 2 плюс 2 возвращает 4, это окей, другое дело, когда уже вот какие-то сложные приложения, и тут всякие там, ну, я так понимаю, и докеры, ну, то есть контейнеризация вот эта вся приходит на помощь, насколько я понимаю, у вас тоже же там есть как-то интеграция с докером уже, уже есть в CI, да, то есть он умеет запускать тесты в докер-контейнерах, если я прав. Да, он имеет, тоже недавно появился. По сути, да, CI, скажем так, взрослеет в этом плане, и да, одно дело юнит-тесты запустить, другое дело выполнить какой-то билд, получить как результат билд-артефакты, допустим, джава-пакеты, и эти джава-пакеты потом использовать в другом билде, да, протестировать в другом подпроекте и так далее. То есть все вот эти цепочки, когда один проект дергает другой, или результаты работы одного CI должны как-то сказываться на другом проекте, вся вот эта сложная интеграция, да, она доступна в Дженкинсах, да, в Дженкинсе, и многие люди за это его любят, за то, что можно построить все вот эти вот сложные архитектурные решения, но с Дженкинсом как раз вот проблема в том, что у тебя CI отдельно, а код отдельно, да, как-то как-то а здесь, мы планируем построить именно такую вот взрослую CI-систему внутри код сториджа, там, где все это будет связано, там, где еще будет, можно будет увидеть прогресс, допустим, по всей цепочке этих CI-джобов и так далее. то есть, это все придет, CI активно развивается и, скажем так, у нас даже CEO очень внимательно следит за его развитием, поэтому надеюсь, что, скажем так, во-первых, люди будут более активно его использовать, во-вторых, тот факт, что CI уже в коробке с GitLab будет стимулировать разработчиков к написанию тестов с самого начала. Ну, да, когда ты знаешь, что у тебя уже есть готовая инфраструктура для тестирования, для прогона твоих тестов, не надо там ничего заморачиваться, что-то настраивать, а просто напиши тест, и он, условно говоря, там, за 2-3 клика, ну, условно, заработает, это как бы лишний стимул написать тест для тех, кто вдруг еще их не пишет. Ну, казалось бы, но на самом деле очень много людей все еще не пишут. Да, это тоже можно объяснить и понять каким-то причинам, но оставим этот бубольной вопрос давай за кадром. Нет, никаким образом не критикую. Нет, я понимаю, да, конечно. Мы, скажем так, разработчики какого-то одной активной стороны комьюнити очень часто не видят, что там у айсберга под водой, да. Ну, да, да, да. Слушай, ну, про себя ты даже рассказал, видишь, что интересно, расскажи, может быть, еще какие-то, какие у вас новшества ожидаются непосредственно в самом GitLab, да, то есть, вот, какие-то интересные плюшки, новые, нововведения какие-то, может быть, из ближайшего, что можешь поведать. хорошо, у нас есть Direction Page, то есть, в принципе, все большие штуки, которые запланированы, они видны, то есть, это можно все найти на сайте или на еще трекеры, из интересного мы хотим, много интересных вещей идет в Enterprise Edition, к сожалению, наверное, вот, или к счастью зависит от того. То есть, мы посматриваем в сторону Elasticsearch для Enterprise Edition по той простой причине, что Community Edition мы хотим оставить легковесным, чтобы он ставился, допустим, на маленьких серверах и так далее. У нас есть, помимо ряда улучшений для CI, мы 8.3 выкатили GitLab Pages, то есть, это аналог GitHub Pages из Jekyll статические веб-сайты генерируются из твоей репозитория, вот, то есть, у нас это сделано тоже, кстати, у нас это делается через CI, то есть, еще одно удачное применение тому, что CI интервью на GitLab. Мы хотим активно улучшить импорт-экспорт проекта, то есть, чтобы больше информации импортировалось, если переносится проект с GitHub или с Bitbucket, есть такие базовые фичи, которые есть у GitHub, которых нам, допустим, не хватает как реверт для мертвых квестов, то есть, если что-то залил, сейчас тебе нужно лезть в консольку и ручками делать Git-реверт, хочется, чтобы это было в виде красивой кнопочки, есть идеи по деплою, то есть, опять же таки, с использованием, скорее всего, CI, чтобы можно было из GitLab прямо деплоить, вот, и там некоторые идеи по аналитике, то есть, кто сколько pull-реквестов, merge-реквестов за-сабмитил, сколько зацептили, сколько ищешься, закрыл и так далее, то есть, это в основном интересно enterprise customer для того, чтобы понимать, кому дать бонус, кто работает плохо, допустим, ну да, по сути, своего рода аналитика, репорты и так далее, это уже то, что требуется enterprise-у и что мы хотим расширять, из такого сложно сказать, у нас есть идея по поводу вложенности, когда, допустим, в группе может быть вложена еще группа и так далее, чтобы можно было иерархически. То есть, иерархически, сейчас у вас как бы плоская, просто есть набор проектов и группы максимум, то есть, два уровня и все. Вот, но это действительно сложно с точки зрения реализации и трудоемкая задача, то есть, мы как бы на это очень активно посматриваем, но это скорее в сторону мажорной какой-нибудь версии, типа 9.0. Хотелось бы резолвить мертвые квесты в веб-интерфейсе, вот, у нас даже есть UI-концепты для этого, опять же, таким мы ждем больше фронт-энд девелоперов и в принципе больше девелоперов, но очень хочется резолвить конфликты из веб-интерфейса. да, это такой естественный шаг, когда, знаешь, у тебя в мертвые квест пришел, такой, типа, sorry, пожалуйста, мэнуэль, ну, блин, вот, открывать, там, а там, знаешь, какая-нибудь одна строчка, просто потому, что, ну, вот, там, да, не сложилось, скажем так, обидно. Ченжлог. Да, да, там, или там, ченжлоги, там, две строчки как-то там наложились, там, не та запятая, вот, это, конечно, да, очень, так, логичное развитие. Ну, опять-таки, наверное, там всякий рендеринг каких-то разных типов файлов, документов, да, то есть, мне кажется, в эту сторону тоже есть, можно чего еще интересного придумать. Да, хотелось бы рендерить SVG и так далее, то есть, скажем так, у нас недавно мы наняли наконец-то дизайнеров, они начали это грядет. Ясно, ясно, здорово. Ну, и по большому счету у нас есть много идей по поводу улучшения ищутрекера, потому что мы им активно пользуемся и, по сути, управление всем проектом идет через ищутрекер в GitLab, поэтому есть масса идей по поводу того, как его расширять. Ну, кстати говоря, говоря про ищутрекер, вот, мы лично себя его не заюзали, потому что, но он очень легковесный, он больше подходит, знаешь, наверное, для действительно каких-то таких а-ля GitHub open-source проектов, а когда у тебя есть некий такой workflow, выстроенный в компании, когда там есть тестировщики, когда там разные статусы и задачи, кто кому назначено, все-таки немножко он слабоват в этом плане, и поэтому мы там юзаем RedMind как основной ищутрекер, ну и, соответственно, с ним интеграция на уровне там ссылочек на на таски, которые там, ну и автокоммиты, автоклоузы, ну и автоматически там закрытие задач, вот это все, вот такие штуки. Да, я с тобой соглашусь, допустим, у нас много кастомеров, которые, в принципе, используют GitLab, они используют Jira по той же причине, потому что ищутрекер в GitLab слишком легковесный, для их сложного воркфлоу не подходят. В этом плане у нас как бы мы не хотим сделать что-то такое большое, как Jira, то есть для людей, которым действительно нужна Jira, им нужна Jira, то есть тут ничего не сделаешь. Вот, но, скажем так, давать ему функциональность и сделать как бы хотя бы его, ну, хотя бы наполовину ближе к RedMind уже было бы неплохо. То есть, я думаю, это бы покрыло какую-то, скажем так, начальную аудиторию компаний, я не знаю, до 50 человек, да, это бы доработало. Мне тоже кажется, потому что в том же самом как бы RedMind, ну, конечно, он предназначится для этого, там много возможностей для кастомизации, но реально каких-то основных плюшек, мне кажется, которые вы можете тоже, тем более вы сами пользуетесь, сами, я думаю, прекрасно понимаете потребность в каких-то приоритетах, возможности указания каких-то дополнительных полей настраиваемых, ну, как обычно, раздел проекта, еще что-то такое, но вот какие-то небольшие плюшки, я думаю, они бы покрыли действительно большой процент каких-то людей, которые думают, блин, вот ставить какую-то там внешнюю систему ради интеграции, так что это было бы еще одним плюсом ваш продукт. Абсолютно согласен, да, то есть мы в эту сторону тоже смотрим. Ясно, ясно. Слушай, ну, мы с тобой так прям вообще много, мне кажется, всего обсудили, вот, подробно, и даже, так сказать, планы ближайшие, вот. Я предлагаю, наверное, потихонечку закругляться, вот, хочу тебе выразить большую благодарность, что пришел в гости, было очень-очень интересно послушать, пообщаться о разных темах, тем более о проекте, который я, то есть мы там используем активно у себя, вот, и непосредственно узнать, как там все живет и устроено. Друзья, всем спасибо, что были с нами, надеюсь, вам тоже было очень интересно послушать. Добавлю, что любые ваши комментарии, фидбэк, приветствуются, пишите, как-то комментируйте, вот, что понравилось, что нет, хочется получать больше обратной связи, я думаю, это обычная проблема получения обратной связи, вот, и до новых встреч, пока-пока.